Всем привет! Меня зовут Анна Сусекова. И сегодня у нас в гостях в прямом эфире будет певица, актриса Ксения Новикова. Мы ждем, когда Ксения к нам подключится. Сейчас я попробую присоединить ссылочку. Почему-то она не делается. Не получается на пожертвование сделать. Ждем, когда Ксения к нам подключится. Привет! Привет! Так. Ждем. Вот она, Ксения! Здравствуйте! Здравствуйте! Какая вы красивая! Я так рада, что у нас получается с вами прямой эфир. Ксения, давайте пообщаемся в таком формате интервью для наших подписчиков. Я аж прям не могу от вас глаз отвести, какая вы красивая. Спасибо. Ксения, вот расскажите, как начался ваш творческий опыт, ваша карьера? Ух, ну, это все было очень-очень давно. Я была маленькая. Я всегда хотела петь на сцене, всегда хотела стать певицей, сколько себя помню. Ну, потому что, когда я была маленькая, я очень любила маму просить, чтобы она мне рассказала, как я родилась. Вот, вместо сказочки на ночь. И мама мне рассказывала, что вот ты родилась, ты там не плакала, а бацом делала так. Я, я. И какая-то такушерка, видимо, в роддоме. Маме сказала, ну все, Алла Пугачева родилась. Вот. И я так любила эту историю слушать про то, что как вот я родилась певицей. И мне, наверное, так уже это в голову засело, что с самого детства я хотела быть певицей. Ну, вот, в моем детстве еще не было. То есть вот так вот мечта сбылась именно с детства, да? Ну да, в принципе, вот. Я не думала, что я хочу там стать врачом или кем-то еще с самого детства. Потом я пела в хоре, потом я попала в детскую эстрадную группу. Вот. И, собственно, так и стала выступать. Ксения, смотрите, вот вы окончили Московский государственный университет культуры и искусств, правильно? Да. Вот. А почему вы пошли тогда на режиссерский факультет? То есть вот что вас подвигло? Ну, потому что до этого я училась в эстрадно-джазовом колледже в Несенском. Это тогда он только появился на Ордынке, вот этот знаменитый колледж. Это отделившееся эстрадное отделение, да, от Гнесинского института. И я училась там. Ну, я уже спела давно в группе, да. Мы занимались и сольпеджио, и музыкой, и прочим, прочим, и вокалом. И вот я пошла потом в эстрадный джазовый колледж. То есть с музыкой уже все было более-менее понятно. И захотелось получить такую специальность, которая бы объединяла в себе какие-то мои навыки и умения. Поэтому пошла вот на режиссуру театрализованного концерта, театрализованных концертов, праздников, мацевых мероприятий. Ну, потому что, наверное, сталкивалась с этим везде по работе. И знала немножечко этот мир с сознанки. У вас замечательные сыновья. Вы сейчас наверняка с ними очень много времени проводите вместе, да. Да, очень. Сейчас такая программа пошла, да, онлайн-образование. Вы вместе наверняка этим погружены в это, да. Вот скажите, как вам ваша система? Мне эта система категорически не нравится. Я думаю, что, как и многим здравомыслящим мамам и папам, все очень против этой системы, да, особенно про то, чтобы ее постоянно внедрить, скажем так. Мы родители, мы не учителя. Программа очень сложная. Да, я все там эти два месяца, скажем так, отсидела с детьми за одной партой. Мне пришлось также освоить азы, как это сказать, не знаю. Я немножечко стала компьютерным гением. То есть до этого я вообще, то есть с этим, ну, я не в ладах, скажем так, с техникой. Максимум. Мой максимум – это телефон, Инстаграм и так далее. Потому что для меня, например, темный лес. Скачать какую-то там программу, Тимс установить на компьютер. Через нее дети могли дистанционно обучаться. Поэтому кошмар и трэш для меня это все было. Конечно, у детей оценки улучшились. Что тут мне кажется? Мама сидела за одной партой. Я думаю, что все учителя прекрасно понимают, да, как дети учатся. У нас резко отличником, младший вообще отличником закончил, понимаете, по-английскому. Пятерка. Учителя, как Богданчик учится, хорошо стал. Ну, я думаю, сейчас у всех такая история. Все прекрасно понимают, поэтому я вам так очень долго и подробно отвечала. Я против дистанционного обучения. Я думаю, сейчас все мамы, которые нас смотрят, все, наверное, руки подняли за то, что вообще не хотят это дистанционное обучение. Очень прямо в интернете на эту тему, да, когда мама с домом, а со сыном или дочкой. Да, 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 диктуют под столом, а они отвечают. Да, Ксения, а вообще вот до карантина у вас вот мальчишки, чем они вообще заняты? То есть какие они секции посещают? Как вообще ваше мнение? Нужно ли детей слишком вот много занимать какими-то секциями? Или не стоит? Или все-таки надо давать какое-то вот время для себя, да, поиграться, то есть там с своими сверстниками пообщаться? Вот как у вас считаете? Вот смотрите, да, сначала начну, да, с конца. Угу. Сначала начну с конца, да. Это нормально. Ну, сейчас, да, сейчас все нормально уже. Я тот родитель, который против того, чтобы перегружать детей, там, пихать во все секции подряд. Я не знаю, моей там футболом только занимаются, и то учиться не успевают. Ну, и в общем, я тот родитель, который скорее следует за детьми. То есть я наблюдаю, я стараюсь прислушаться. Потому что вот сейчас они, да, занимаются футболом уже два года, и им прям это нравится. У них есть определенные успехи. И я с ними вместе на всех матчах, там, мне даже, я очень люблю футбол. У нас в семье одна я до этого любила футбол. Так уж сложилось, что девочка вот футбол любит. Вот, поэтому, а, не рассказала еще, до этого они занимались, они очень просились записать их в танцы. Они хотели брейт-дансом заниматься и хип-хопом. Я думала, были мальчики, танцы. Но, в общем, они конючили-конючили целый год, я их записала. Год они занимались, сказали, не, мам, не наша эта тема. Мы теперь, а, потом это дедушкино было пожелание, мы их запихнули в самбо. Там тоже, вот, они везде делали какие-то успехи, но тоже отзанимались год, сказали, мам, нет. И вот футболом мы уже, конечно, футбол плотно подсели. Это прям тема, да, и наша общая тема. Мы прям вот этим живем. Сейчас страдаем, что нет возможности заниматься футболом любимым. Участвуем в соревнованиях. Потому что накануне буквально, там, на последних соревнованиях Мирон старший получил. Лучшего вратаря турнира, да, лучшего игрока получил. Молодчины. Ну, в общем, приятно. Поэтому сейчас скучаем и грустим. Но, да, я ответила на ваш вопрос. Я не ответила. Ну, вот дома же наверняка вы тоже, да, у вас же наверняка есть дом, да, участок сейчас, чтобы поиграть с ними. Они, наверное, рады до безумия, что мама сейчас столько много времени проводит с ними, играется. Это еще как раз и спорт. Это точно, да. Но у нас всегда с ними какие-то совместные увлечения, там, ну, я много времени им уделяла, всегда находила в графике, то есть время, чтобы с ними проводить побольше. Ну, сейчас, конечно, я всецело принадлежу им. Они уже, да, считают, что я их собственность, аниматор и прочее. Мне кажется, что вот деткам им, конечно, будет тяжело, когда сейчас все пойдут на работу, да, опять эти сумасшедшие графики начнутся. Вот как вообще, я не знаю, их перестроить? Вот, может быть, у вас есть какой-то совет? Мне кажется, они уже сами тоже от нас подустали, от нашего постоянного надзора. Им тоже уже от нас куда-нибудь сбежать, пусть даже в школу, вот. Они уже не сказали, мама, я хочу в школу. Такие слова. Я говорю, подожди, сейчас как? Что, мама, я хочу в школу? Вот, поэтому я думаю, что это будет обоюдное у всех желание на какое-то время, да, расставаться друг с другом на несколько часов, чтобы потом опять встретиться. Потом, конечно, будем вспоминать, что вот, помнишь, сидеть мы, не знаю, чем в школе. Ну да, это точно. Ксения, вот у меня есть такая информация, что у вас был благотворительный фонд свой. Это правда? Да, был фонд, он назывался «Наш мысл жизни». А вот что вас сподвигло его создать? Сподвигло то, что ко мне, да, после там определенной ситуации моей с детьми, да, когда мне удалось вернуть своих детей, ну, без подробностей сейчас, стали просто обращаться люди за советом, как быть в этой ситуации, помогите, подскажите, как у вас получилось и так далее. И все это вылилось в фонд. Действительно, зарегистрировали, делали фонд. Фонд основывался именно на том, чтобы помогать, поддерживать семьи, помогать, возвращать детей в каких-то сложных ситуациях, когда один из родителей не дает, например, видеться, да, или улез куда-то. Нескольким женщинам нам посчастливилось помочь, но потом фонд прекратил свое существование, я прекратила свое существование в рамках этого фонда, потому что, ну, немного там разошлись, скажем так, во взглядах на благотворительность и вообще на связи с людьми, которыми делали вместе это. Поэтому сейчас он не работает. А вообще, как вот вы относитесь к благотворительности? Вот наш, допустим, фонд, да, он направлен на просвещение, популяризацию культурных, да, программ. И, естественно, у нас есть адресная помощь, это где мы деткам в ДЦП помогаем. Вот вы сейчас как-то вот помогаете каким-то определенным фондам, участвуете ли в мероприятиях благотворительных? Ну, безусловно, когда приглашают там на мероприятие, если у меня есть возможность физическая приехать, да, то, естественно, я стараюсь поучаствовать. Но, к сожалению, из-за графика, вы сами знаете, что как раз у нас не получалось вот с вами, потому что возникнуть в последний момент что-то, когда продюсеры могут сказать, что вот у нас концерт, у нас там съемка. И вот приходится, естественно, ехать на концерты или на съемку. А всегда, конечно, да, вот когда там или детские больницы, особенно на 1 июня, на День защиты детей. Мы с вами там и познакомились, да, у Исмаила Магомедовича. В больнице, да, из года в год участвуют в концерте, и потом все дружно ходим там, да, по палатам, навещаем деток. Как-то под Новый год тоже приезжала, купила детских каких-то наборов, но я спросила, можно ли детям в того отделения, в которое мы пойдем, а мы пошли в кардиологию. В кардиологии это можно было детям. Поэтому, ну, не могу сказать, что я прям такой оголтелый благотворитель, да, но когда выдаются случаи, конечно, я стараюсь поучаствовать. Вот наверняка очень многие задают вам такой вопрос. Как вообще совмещать карьеру и вот семью, то есть, да, детей? То есть, как вообще все вместе график этот составить? Вот расскажите, как правильно вообще свой день распланировать? Вот с чего он у вас вообще начинается? Ну, начну с того, что, во-первых, да, на данный момент сейчас не такой бешеный график, что касается, там, работы, концертов, то есть, есть возможность побыть и в семье. Вот для меня сейчас идеальный баланс, то есть, у меня есть возможность быть и с семьей, и участвовать в детских каких-то, что мне важно, да, мероприятиях, там, в школьной жизни и так далее. Не номинально так присутствовать, а действительно в это погружаться, но в то же время и не погрузиться настолько, чтобы там завязнуть и, скажем, потерять себя вот совсем, да, и там, и потому что для меня очень важно, важно поддерживать этот баланс, важно быть и на работе, и, то есть, работая, я скучаю по детям, по дому, но эта же работа, она поддерживает во мне силы быть, скажем так, дома, позитивной в каких-то ситуациях, вот, и, в общем, одно без другого не может существовать, и сейчас, на данный момент, в принципе, баланс, он такой, какой мне хотелось бы, то есть, плотность работы позволяет быть дома, и домашние дела позволяют работать. Я вот, кстати, от многих тоже наших гостей эфира, ну, как бы слышу, что вот, ой, а мне очень нравится, что этот карантин, я хотя бы, по крайней мере, дома побуду с детьми, то есть, ну, вот, некоторым прям очень нравится то, что вот они дома, наконец-то, да, какой-то такой передых, потому что, когда сумасшедший график, всё-таки устаёшь, силы как-то, да, ну, растрачиваются. Вот такой следующий вопрос. Вы пишете песни, правильно? Ну, да, стихи. Вот. Что для вас такое вдохновение? Что вот вас вдохновляет? Ой, сложно сказать, ну, вернее, не сложно, но стараюсь как-то позжать их. Вообще-то я пишу тексты, да, ну, вообще я пишу стихи, соответственно, с песнями это тексты. Ну, из таких, которые всем известно, это «А я всё летала», да, и тут из-за стихи. Да, да. Поскольку я пишу стихи, то это вот вдохновение на стихи, как оно приходит. В принципе, срифмовать, там, шишку и мышку можно в любом состоянии, в любой ситуации, если ты умеешь рифмовать. Но если говорить именно о вдохновении, у меня сейчас бывает так. Вот я ложусь спать, вдруг у меня какая-то, я уже практически уснула, вот этот, когда вот грань между сном и явью, да, вот интересная такая какая-то грань. Именно из-за творческих людей я слышала тоже от многих, что вот именно в этот момент какие-то придумки происходят. И вот, значит, я почти заснула, и вдруг у меня в голове какие-то там одна строчка за ней, другая. Потом это уже четверостишь, я такой вот думаю, блин, я же уже спала, мне же рано вставать. Ну, ты не можешь, естественно, мысль побежала, вдохновение пришло, и ты хватаешь телефон и быстренько там начинаешь записывать стихи. Может быть так, да, может быть, когда в моменты какого-то отчаяния бывает, да, какой-то эмоции. Бывает от злости, я бывает, вот я сейчас разозлюсь на что-то там, особенно в момент злости такой социальный, скажем так. Не знаю, там однажды в магазине увидела, как такой сын переросток, сильный переросток, там под 50 лет. А вот и мама уже такая старушечка, и вот они там какие-то выбирают, она ему там, сыночек, давай вот бананчики тебе возьмем. Да нафиг мне твои там бананы. Потом что-то стоим там на кассе, еще что-то произошло. Я что-то в этот день как-то так возмутилась, пришла, написала такое социальное стихотворение какое-то, про жизнь прям, вот. Бывает из-за чего-то разбили, дети, вот про детей тоже такая история. Кричали, бегали что-то, там орали, ловились ко мне в комнату, когда просила, вот, пишни, надо было что-то сделать в телефоне. Ой, и орали, и дрались там, ну, это они еще поменьше были. Я закрылась в своей спальне, еще пошла в ванну, закрылась в ванной, то есть за двумя дверями, села на пол такая. Думаю, ой, тишина, тишина, и такая у меня в голове, люблю послушать тишину, там. Вот, вот такие какие-то моменты бывают, вот это, наверное, есть вдохновение. Ну, здорово, все равно, такие моменты, да, как бы, особенно перед сном, я думаю, что у многих так, начинают сразу думать, какой-то мозговой штурм, что ли, начинается, вот, когда ложишься. Да, Ксения, вот у нас скоро стартует наш проект «Я стала другой» для женщины социально незащищенной категории. И вот такой вопрос к вам. Как, какие советы вы можете дать, как найти себя, вот, как познать внутри себя, вот, что мне нужно, то есть вот именно определенного, чем я могу заниматься. Потому что многие девушки, они не знают, они не могут никак найти себя, то есть, в принципе, они умеют все, да, им интересно многое. Но именно вот то, что нужно себе, как это определить. Вот вы с детства, да, вы определили, я хочу петь, я буду петь. И у вас свои шаги развития, да, были, и были и хорошие, и плохие наверняка, то есть у каждого такое, да, то есть не прям вот нам взяли и дали, да, это. Вот как такие моменты, переломы, да, вот их как-то пережить. То есть некоторые, когда идут к своей, да, мечте или цели, они спотыкаются и все, то есть вот все, они сдаются. Вот как именно внутри себя настроиться, найти себя? Такой вот вопрос, он очень трудный. Это действительно трудный вопрос и тяжелый, я сама этим вопросом периодически задаюсь, и я понимаю, что ответ мне неизвестен. То есть есть люди, которые, да, четко знают, идут на пролом к своей цели, или даже там у них много целей и задач по жизни, но вот такие локомотивы, которые прут и прут, вот я совершенно не такой человек, и может быть со стороны люди, наверное, думают, что я очень там уверенная в себе, я знаю свои там цели, у меня все так четко. На самом деле я внутри очень часто бываю неуверенная и не знаю, правильно ли я делаю ее или нет. Но одно я поняла точно, лежа на диване, и там даже перебираю, говорю, вот это, да нет, это не мое, вот это тоже не мое, я могла бы там, да, что-то, никто тоже мне поможет там. Лежа на диване, ты с такими мыслями, или даже с какими-то четкими планами лежа на диване, ничего не получится. Потому что есть одна очень такая хорошая тема, называется «Дорогу осилит идущий». Когда ты начинаешь хоть что-то делать, обычно все так складывается, что какие-то и высшие силы, и, не знаю, люди какие-то тебе начинают попадаться по жизни, которые тебе помогают пройти по этому пути, даже когда все беспросветно. И у меня много раз такое было, вот когда, да, в одном моменте такие-то отчаяния, вот, там, например, там, ты, ну, вот, с двумя тетьми, там, без работы, там, ушла от мужа или что-то, ну, хочешь идти по своему пути, у тебя есть какие-то мысли, не надо бояться, нужно встать и начать сделать первый шаг. И я вас уверяю, что вот этот шаг иногда в темноту, в никуда, гораздо важнее, чем самый крутой бизнес-план на бумаге. Да, я с вами полностью согласна, да, действительно. Мне только это помогало всегда, вот этот шаг в неизвестность, но с благими намерениями. Ну да, Ксения, вы всегда так прекрасно выглядите, ну, поделитесь такими секретиками красоты, ежедневным каким-то уходом, может быть, вот, знаю, что Елена Захарова, она всегда кубиками льда протирает лицо свое, вот, может быть, у вас какие-то есть такие секретики? Так, ну, что же у меня такого секретного-то, знаете, что вот есть у меня такое, я всегда всем, и девочкам, и подружкам советую, я всегда пью омега-3, то есть, да, такие хорошие витамины для женщин вообще, и для всех, это, ну, рыбий жив. Омега-3. Есть еще такие тоже порошочки бывают в жидком виде, называется коллаген, да, часто мы все там на кремах, коллаген, коллаген. Можно не на себя мазать, а внутрь принимать, потому что кожа, она, она напитывается, она становится более, больше влаги в коже, и, то есть, не нужно никакие там ходить уколы красоты делать и ничего, потому что, когда ты пьешь коллаген, омега-3 и коэнзим-Ку-10, это вот такое трио, мое такое, с которым я не расстаюсь, но небольшие перерывы. И я могу сказать, что для кожи и вообще в целом для всего организма это прям вот здорово. Наконительный эффект имеет, не знаю, после двух месяцев регулярного приема девочки, вот вообще прям секретики, это прям очень здорово. Здорово, надо как раз попробовать на самом деле такое, но я слышала, да, что вот омега, она прям действительно кожу питает изнутри именно, да, то есть, как говорится, не что сверху, да, мы там кремики какие-то наносим, что-то делаем, а именно, да, а именно изнутри все-таки надо кожу свою как-то вот, ну, способствовать. Это правда, это очень действует, и прям я очень рада, что такое вот, ну, Америку не открыла, но что стала этим пользоваться, советом, и прям очень довольна. А вот по питанию вопрос, вот сейчас мы сидим уже, я уже забыла, с счету сбилось, сколько мы уже дома сидим, такая проблема пошла, что действительно меньше двигаемся, даже если спортом дома занимаемся, все равно это не те калории, которые мы ежедневно, да, вот при ходьбе куда-то двигаемся, они как бы, да, исчезают. Как правильно питаться, вот есть ли у вас тоже такие секреты, может быть, у вас какие-то диеты собственные есть, потому что действительно вы всегда прекрасны, вот я не помню, у вас никогда так полненько или что-то такого, вот, да, то есть вы всегда вот такая подтянутая, красивая. Ну, я периодически поправляюсь, да, как у всех, ну, чтобы потом заняться, вот, обычно, такой у меня лакмусовая бумажка, это когда журналисты начинают писать, что я беременная в очередной раз, это значит, пора худеть, вот, но я не поддерживаю какие-то диеты, именно вот диеты, такие, когда резко, голодание, да, и вообще слово диета лучше не употреблять. Вот хорошо, когда есть система питания, система питания, здорового питания, кому-то, например, мне очень подходит белковая система питания, когда болит белков, то есть, ну, многим, ну, это что-то типа, да, вот, как диета дюкана, там в основном на белках, то есть, там совсем мало углей, мне очень подходит, прям, я хорошо прихожу форму на белковой системе питания, кому-то ПП подходит, мне, например, в ПП слишком много овощей, то есть, я думаю, что каждый к определенному возрасту, каждый к определенному возрасту, да, уже насиделась и на диетах, и на системах питания, и для себя выработала какую-то свою золотую середину. Самое главное, я раньше вообще не понимала, что к чему, но сейчас-то я уже прекрасно знаю, и что с чем, для чего нужно... Что нужно вашему организму именно, да, надо, то есть, понять, вот, как, что, как бы, можно, да, чем питаться, чтобы не было тяжело, да, то есть, как бы такое... Да, и смотреть, от чего ты поправляешься, от чего ты, наоборот, стройнеешь, потому что, там, он на гречке худеет, а... Ну, да. Только, там, на мясе и на рыбе, вот, поэтому все люди разные, нужно обязательно прислушиваться к себе, но, естественно, зная азы правильного питания. Да, это правильно. Нет, я, как все, у меня рот не закрывался в начале нашего, даже, там, изоляции, потом, когда мне стало тяжело подниматься по лестнице на второй этаж... Уже все, звоночек. Это все, да, когда ты, грубо говоря, идешь и чувствуешь, что попа идет где-то отдельно за тобой сзади. Мне кажется, сейчас многие девушки так думают, господи, когда уже все это закончится, уже холодильник на этот, на замок просто, может, повесить. Сначала было, да, интересно помягчить, вкусно, необычно, что, да, все равно дома сидим, чего, поправлюсь, подумаешь, да. Да, сразу все кулинары такие, прям сразу много всего стали готовить. Ой, ну, сейчас уже, наоборот, кайфует от того, что я перешла уже две недели даже больше, как на правильное питание, и поэтому сейчас теперь худею. Сейчас все быстро будут худеть, это точно. Ксения, у вас есть какие-то вот домашние семейные традиции, вот, которые вы всегда вот соблюдаете, то есть что-то такое внутри душевное, семейное? Ой, конечно, есть, да, разные традиции, обычные, скажем так, но вот в последнее время такая у нас традиция, а, одна у нас еще из моего детства традиция, мы все любим настольные игры, всякие там, в моем детстве, ой, у нас есть одна игра, которая еще была, когда моя мама маленькая была, она в нее играла, то есть такая бродилка с утра до вечера называется, там просто кидаешь кубик, там где ход пропускаешь. Здорово! Да, сейчас у нас, сейчас, конечно, другие совершенно игры настольные пошли, вот, недавно буквально заказала много игр, ой, так интересно, путешествие вокруг света за 80 дней, игра, то есть там прям вот по книжке, да, по фильму, вот эти недавно фильм смотрели как раз, и там разбираться вот в этих, вот у нас, ну, вот такая есть традиция, есть традиция, ой, это, она банальная, но она очень душевная, это когда вечером после ужина мы, у нас всех есть, да, в гостиной свои места, какой там диван, кто кем делит, кто другой диван, какое место, вот такая традиция, все уже не спорят, уже по-мирному, выбираем фильм какой-то и смотрим его все вместе. Вот, спасибо самоизоляции, подарила нам такую новую традицию, она банальная, но она очень теплая и уютная. Она объединяет еще, то есть вот все-таки потом эмоциями, да, вот так вот обменяться, то есть кому что понравилось, обсудить, это опять же контакт, да, с детьми, то есть вот что, что как бы у них в памяти, да, остается. У нас наверняка другое что-то, а у них вот другое видение, да, как бы любых, как бы наблюдений, фильмов. А вот, может быть, вы посоветуете какие-то семейные фильмы для просмотра? Так, ну, у нас-то подросли уже парни, они любят уже такое. Ну, кстати, есть у нас фильмы, которые мы пересматриваем с детьми, ну, естественно, значит, если не брать наши, да, фильмы какие-то, да, под фильмы, они очень любят актера Дуэйна Джонсона и любят очень с ним фильмы смотреть. Третий, вот, кстати, там два таких семейных есть фильма, это один «Путешествие к центру Земли». Мне нравится, я тоже смотрела. И вторая часть продолжения «Путешествие 2» называется «Стаинственный остров». То есть это тоже с Дуэйном, он вот хорош как и в боевиках, так и в таких каких-то, да, фильмах семейных. Недавно посмотрели «Доктора Дуэйна». Тоже здорово. А какие-то наши фильмы, это вот у нас бабушка за это отвечает, ну, вернее, она больше помнит всяких фильмов, потому что очень много книг в школе, и есть книги длинные, там, как, какие-то, типа, белый дым, чёрное ухо или ещё что-то. Ну, и вот, когда дети не успевают дочитывать книги, а бабушка вспоминает, что есть такой хороший советский фильм, например, и вот мы смотрим. Ну, и вот белый дым, чёрное ухо, это бабушка, чтобы человечность в детях воспитывать как-то такие. Ну, да. Вот нас задают вопрос, какие у вас любимые страны? Страны, страны. Нашу я люблю. Я люблю, вот сейчас, где-то там вот в лесочке, вот сижу напротив окна, смотрю, там лесочек, тут поле, очень красиво у нас. Страны, тёплые я люблю страны. Я вот такой теплолюбивая. Мне где вот море, там я и люблю. То есть горы не любите такие, горнолыжные какие-то? Горнолыж мне нравится атмосфера, очень мне нравится, да. Но я как-то не освоила лыжи. Я пыталась пару раз у меня, пока, ну, думаю, что дети, наверное, поставят меня и на лыжи. Да, наверняка. Для себя не освоила, а для них, сами понимаете. Вот, ну, я люблю, где тёплое море, Таиланд, Доминикан, я люблю, и где интересно, это где есть какие-то там, ну, в основном Европа, да, там, где есть какой-то старый город походить. Там мне очень нравится Прага, мне нравится наша Эстония, Латвия, да, там тоже прекрасно. Походить по интересным местам, мы есть интересные, ну, там везде, куда ни посмотри, везде история. То есть везде какой-то уголок, везде, в общем, получается, и всё люблю. Но всё равно являетесь патриотом. Да, я, у меня нет желания куда-то уехать, в другую страну жить. Конечно, хоть причём сюда море, вот вообще было бы хорошо. Ну, да, это точно. Ксения, такой вот крайний вопрос вам задам, чтобы уже вас не мучить, а то уже столько вопросов она задавала. Поделитесь, вот какие у вас на дальнейшие планы? Вот сейчас мы все выйдем из карантина, чем вы, может быть, порадуете своих поклонников? Ох, я вообще даже, я не понимаю ещё сейчас, когда мы выйдем, что будет, и как всё это отразится. Пока что, да, на артистах очень сильно отразилось. Потому что массовое мероприятие, это, по-моему, последнее в списке стоит по выходу из карантина. Вот мы сейчас все переквалифицировались в таких онлайн. Да, ну, что онлайн тоже много дней, но выступаешься. Ну, конечно. Поэтому, конечно, когда мы выйдем, мне хотелось бы в первую очередь оказаться на сцене, порадовать и себя, и людей, которые тоже без зрелищ. Одним хлебом сыт не будешь, и ещё нужны зрелищ. Конечно, конечно, конечно. Ну, вообще, по концертам вы соскучились, да, то есть не хватает. Ну, естественно, первое время вообще ломка была страшная, да, но тут уж спасибо дистанционке не дала, не давала грустить вообще. То есть, поэтому, чем порадую я, надеюсь, что продюсеры блестящие порадуют нас новой песней и через нас людей. Ну, что, стихи как писались, так и пишутся, в общем, я не знаю, что будет, честно, у меня нет пока каких-то, не буду говорить, что у меня какие-то проекты. У меня пока планы всё это пережить с минимальными потерями и вернуться к любимому делу. Да, это здорово. Спасибо вам большое, Ксения, за такой прямой эфир. Мы его обязательно сохраним, вот. Также будем вам предлагать разные мероприятия, да, вот, опять же, в больнице. Мы, конечно, могли бы встретиться, но вот сейчас Маил Магомедович сказал, что всё это в онлайн-формате будет проходить. Ну, да. Вот. Спасибо большое, что вы дружите с нашим фондом. Мои праведности передавайте. Да. Спасибо вам большое. Всего хорошего, спасибо. Главное, здоровья, берегите себя. Спасибо, и всем тоже, да, всем здоровья. Да, всего доброго, до свидания. До свидания.